В период пандемии гражданский оборот не замер. Граждане и бизнес продолжали выдавать доверенности. С апреля по мая 2020 года по всей стране было удостоверено почти 470 тысяч доверенностей. Цифры меньше, чем в прошлом году. Однако это не сильно повлияло на количество мошеннических преступлений. Злоумышленники по-прежнему активно подделывают нотариальные доверенности. Если речь идет о вкладах в банки, так извините, мы по доверенности имеем возможность полностью снимать все денежки без остатка. Если нас не ограничили и позволили нам управлять и распоряжаться всем нашим имуществом, то мы просто в руки, по сути, отдали ключи, абсолютные документы от всего имущества, какое только есть у нас. Мы позволили что-то за нас продавать, что-то на наше имя покупать, устанавливать цену при этом свою, какую захотели люди, которые будут выполнять поручения. То есть это когда мы выдаем доверенность, мы должны понимать, что человек вместо нас будет куда-то ходить. Человек-то ведь может действовать в своих корыстных целях. Один из недавних случаев. Мужчина купил машину представительского класса у юридического лица. У продавца на руках был не оригинал, а дубликат ПТС, но покупателя это не насторожило. После сделки он без проблем поставил машину на учет в ГИБДД. Однако спустя некоторое время оказалось, что автомобиль взяли в аренду якобы для работы в такси. Арендованную машину удалось продать, получив дубликат ПТС в ГИБДД по поддельной доверенности. Именно поэтому столь важны и возможность бесплатно проверить доверенность на сайте Федеральной нотариальной палаты. И необходимость вовремя ее отменить, обратившись к любому нотариусу. Если вы сомневаетесь, подлинная ли доверенность у вас перед глазами, имейте, пожалуйста, в виду, что вы можете зайти на сайт Реестр доверенностей. И, забив туда информацию о дате удостоверения документа, номере, а его вы обязательно введите в документе, и лице, которое удостоверило документ, вы сможете получить ответ из единой информационной системы вообще, есть ли такой документ, удостоверялся ли он или нет, и есть ли информация об отмене этого документа. Нотариусы советуют, что в случае, если доверенное лицо сделало работу до того, как срок доверенности истек, документ лучше отменить. Для этого можно обратиться в любую нотариальную контору. Сведения об отмене документа сразу же внесутся нотариусом в соответствующий реестр ЕИ с нотариатом. По закону, уже на следующий день после внесения таких данных в реестр, все заинтересованные лица будут считаться извещенными о факте отмены документа.